А сейчас наш материал, в котором, как мне кажется, пора бить в набат, включать пожарную сирену. Какие бы еще подобрать аллегории? Действительно, детское любопытство все чаще доводит до беды, ожоги, травмы, утопления и выпадения из окон. Это не первый наш материал на тему, но в последнее время дети все чаще попадают в печальную статистику правоохранительных органов. Наша жизнь все быстрее, и самые маленькие, самые любопытные дети все чаще представлены сами себе. Как уберечь ребенка не только на улице, но и дома, когда малыш вот вроде бы только что играл в сети, а через минуту или пару кликов почти жертва. Такое понятие, как груминг, не так давно попало в обиход правоохранителей, но преступление сексуального характера уже не первый год реальность пространства виртуального. Как и опасности таит родительская невнимательность, и как уберечь от беды своего ребенка, разбирался Александр Камович. Шестилетний пациент Центра детской хирургии смущенно улыбается перед камерой. Правда, дать интервью мальчишка сегодня не может. Не берутся давать прогнозы врачи, сможет ли он вообще что-то сказать когда-либо. За три года Кирилл не проронил ни слова, а всему виной батарейка, которую он проглотил. Она практически уничтожила трахею и пищевод мальчика. Нет больше слов и у его мамы, только напутствие другим родителям. Ну, конечно, не оставлять ребенка, даже всегда брать его с собой, куда бы они ни пошли. Даже на ту же кухню, когда вы просто идете варить ребенку кашу, всегда, чтобы он был с вами. Какой-то дать ему просто ложку кастрюли, пускай он гремит, сидя на кухне с этой ложкой кастрюли. Не оставлять, даже смотреть мультики одного его нельзя оставлять, пока он маленький, куда-то может залезть, пролезть. Ну, следите, пожалуйста, за своими детьми. 14 операций и инвалидность всего из-за минутной невнимательности. Это жуткая реальность для Кирилла. Еще три новых случая, только за минувшие выходные. В просвете этого пищевода мы видим, как щипцами врач нашего центра, хирург-эндоскопист, извлекает батарейку, которая стояла у ребенка больше, чем пять дней. Стеклярусы, кольца, монеты, иголки и батарейки. В центре детской хирургии целая коллекция того, что достают врачи из детей. Специалисты говорят, любое хирургическое вмешательство – это настоящий удар по здоровью, особенно для ребенка. Что говорить о батарейках и щелочах, до которых добираются малыши? Прожженные желудки, пищеводы, трахеи. Будущее таких пациентов – русская рулетка. Девять из десяти приступает к нам из-под наблюдения родителей. Они находились на руках у родителей или находились в присутствии родителей, где-то в комнате играли, где-то играли рядом с опасными предметами или же с бытовой химией. Как правило, шансов не бывает. Дети становятся инвалидами в лучшем случае. В самых тяжелых случаях они погибают. Сегодня медики оценивают обстановку как катастрофическое. За состояние таких пациентов отвечают доктора. Но медики, в свою очередь, резонно задают вопрос – кто ответит за искалеченное будущее малыша? Статистика по проглоченным инородным предметам растет в геометрической прогрессии. После введения монет в нашей стране мы получили резкое увеличение количества обращений по поводу проглатывания детьми инородных тел. При этом, если в прошлом году таких случаев только в нашем центре было 86, то уже на сегодняшний день 92 случая прошло за полгода в нашем центре. Всего в стране порядка 250 случаев извлечения монет из желудочно-кишечного тракта ребенка. Медики говорят и о сезонности проблемы. Когда дети выходят из-под контроля садов и школ, то зачастую становятся предоставлены сами себе. С ними согласны специалисты МЧС и МВД. Когда ребенок без контроля – жди беды. Один из последних случаев печальных приключений детей в Барановичах. По информации Следственного комитета, дети развели костер в подвале недостроенного дома. Чтобы пламя не погасло, подбросили в вагоне аэрозольный баллончик. Емкость взорвалась. Дети поступили в реанимацию со множественными ожогами тела. Сегодня состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Еще одна жуткая история произошла в Дятлово. И снова отстраненность родителей. Те закрыли ребенка дома и ушли на улицу, предоставив его компьютеру. Что стало дальше, уже известно из материалов проверки Следственного комитета. В какой-то момент мальчик испугался увиденного в сети и не смог выйти через закрытую дверь. Подошел к раскрытому окну на третьем этаже. Нашли его уже на земле. Мальчишку отвезли в больницу. Подозрения на переломы не подтвердились. Но он продолжает находиться под наблюдением. К слову, предоставить ребенка планшету или компьютеру не самое правильное и безопасное занятие, говорят специалисты. Популярность социальных медиа вызвала появление все новых и новых видов преступлений. В последние годы в обиходе правоохранителей появился такой термин, как груминг. По сути, это тот же педофил. Правда, в сети может представиться кем угодно и с легкостью войти в доверие к ребенку. Для нас это достаточно актуальная проблема. И в первую очередь, наверное, потому, что это достаточно такое новое явление. Социальные сети, популярность социальных сетей среди детей, вызвало появление все новых и новых преступлений. Наши коллеги рассказывали о новых для нас неизвестных терминах, такие как секс-чатинг, например. Термин для нас неизвестный, но в то же время мы в практике сталкиваемся с такими проявлениями. В минувшем году в Беларуси в отношении детей было совершено порядка 300 преступлений. Причем большая часть из них как раз и фиксируется в киберпространстве. В такой ситуации надо, чтобы и дети, и родители знали о рисках. Поэтому задача и государства, и государственных органов – информировать и пытаться предупредить об опасности. Очень важно, чтобы мы научились и расследовали такие дела оперативно. И один из инструментов повышения эффективности – именно международное сотрудничество. Трава, здоровье и безопасность детей – одно из самых приоритетных направлений не только в Беларуси. Теории – это все хорошо. А чтобы так было и на практике, наши парламентарии объединяют все заинтересованные организации. Это Министерство здравоохранения, образование, МЧС, ЕМВД. На сегодняшний день все это, конечно, говорено законодательством. Есть и кодекс о правах ребенка, есть и закон о браке и семье. Но в бумаге все не оговоришь. Какой бы хороший закон ты ни создал, все равно его надо соблюдать. А соблюдать его можем мы. И первоначальная ячейка общества – это семья. Как в семье поставишь этот вопрос, такие получишь результаты. И все же эксперты сходятся в одном – благо детей – это забота родителей. И здесь главный момент – не довести ситуацию до последствий и предупредить об опасности. А научить малыша быть осторожным и самим следить за любопытным первооткрывателем – это обязанность мамы и папы. В главном эфире Александр Камович, Юрий Тиханович и Виктор Борисов.